Подорожник – молодой котик. Ему примерно 2,5-3 года. Он жил в подъезде. Жители его подкармливали и даже сделали ему домик. Но такое соседство устраивало не всех. Кто-то выгнал кота на улицу. Тогда волонтеры забрали подорожника в приют Мурдом. Там выявили у него болезнь крови. У него гембартонеллез – это болезнь крови, которая может привести к анемии. Но чаще всего она проявляется в носительстве и больше никаких признаков заболеваний нет. Поэтому никакой терапии не требуется, ни таблеток, ни уколов, ничего. Нужно просто следить за состоянием котика, чтобы он был активный, хорошо кушал, двигался. Подорожник – кастрированный и привитый, обработанный от паразитов. Котик отличается ласковым, дружелюбным характером, прекрасно взаимодействует с детьми. Подорожник полностью соответствует своему имени. Поскольку он подорожник, то как раньше на Руси лечили все раны, прикладывали подорожник к больному месту, так мы шутим, что если у вас болит душа, у вас стресс, можете прикладывать к себе кота. И он, как настоящий подорожник, это все вам будет заживлять, и вы будете счастливы. Вместе с подорожником в клетке живет Тюр. Он тоже уличный кот, которого подкармливали неравнодушные люди. Но когда наступили холода, волонтеров попросили забрать Тюра и его брата и сестру в приют. У Тюра тоже выявили гемобартонеллез. Это котик Метис, по нему это заметно. У него, скорее всего, были шотландцы где-то в родстве, потому что у него очень необычный для беспородного котика мраморный окрас. Также он, в отличие от подорожника, немножечко более осторожный котик, он более пугливый, поэтому, если вы захотите взять его домой, немного потребуется времени на адаптацию, но он при этом не проявляет агрессии, он тоже ласковый. Ему самое главное – привыкнуть к человеку. Подорожник и Тюр из-за заболевания могут быть единственными котиками в семье. Чтобы познакомиться с обитателями приюта Мурдом и задать интересующие вопросы, звоните по телефону 8-908-762-09-51.